Камила Валиева стала участницей шоу Битвы экстрасенсов. Участникам дали задание описать предмет, принадлежавший Валиевой. С этим предметом у меня связан очень эмоциональный момент. В день моего рождения я получил награду и поздравление от нашего президента страны. Я была безумно взволнована. Это был самый лучший день в моей жизни, сказал Валиева. Какой предмет положил Валиева, смотрите в нашем телеграм-канале по ссылке в описании канала или под видео. Даниил Глехенгауза исключен из состава членов Федерации фигурного катания Москвы. Об этом говорится в протоколе заседания Президиума Федерации фигурного катания Москвы от 10 апреля. Документ опубликован на сайте Московской Федерации. Хореограф и тренер группы Терри Дуберидзе Дан Глехенгауз значат в списке не оплативших ежегодный членский взнос. Помимо Глехенгауза взнос не оплатили еще 46 человек. Постановили вывести из состава всех вышеназванных человек, как потерявших связь с организацией. Единогласно, отмечено в протоколе. В Русада объяснили, почему не проверяли Камилу Валиеву на допинг с начала года. Она в Валиеву входит в международный пул тестирования. Соответственно, основная задача по тестированию спортсменов международного уровня, который находится в международных пулах, лежит, конечно, на Международной Федерации. В этом году тестирование данной спортсменки Русада не организовывала, сказал гендиректор Русада Вероника Логинова, отвечая на вопрос о том, сколько раз ее организация проверяла фигуристку на допинг в 2024 году. В январе спортивно-арбитражный суд САС объявил о дисквалификации Валиевой на 4 года за допинг. Срок наказания отчитывается от 25 декабря 2021 года. Камила Валиева показала фото с вечеринки в честь 18-летия. «Спасибо всем за поздравления и подарки», написала Валиева. Певица Максим отреагировала на номер Александры Трусовой под ее песню. Накануне фигуристка выступила с показательным номером под песню «Отпускаю» в турнире «Битва школы в Москве». «Как мне приятно, какой номер, какой характер у этой девочки», написала певица, репостнув отрывок проката Трусовой. Анна Щербакова получила от болельщиков весьма оригинальный подарок – настольную игру, созданную по мотивам ее карьеры. Теперь фигуристка коротает вечера с благодарностью, вспоминая поклонников. А свободного времени, которое можно тратить на игры и другие хобби, олимпийской чемпионки сейчас даже слишком много. Она все еще устанавливается после операции, в последнее время Анна увлеклась вышиванием. «Конечно, немножко устала сидеть на одном месте, но уверена, что совсем скоро я снова вернусь к своей насыщенной жизни, потому что терпение на моем хобби у меня, честно говоря, уже заканчивается», – признала Щербакова. Владислав Дикиджи, кажется, никогда не устанет удивлять поклонников. В прошлом сезоне он выиграл два этапа «Грана при России», ворвался на 50-й чемпионат страны и «Спартакиады», затем в межсезонье первым из соотечественников прыгнул в четверной аксель, а теперь работает над новаторской короткой программой. Постановщиком ее стал Егор Мурашов, который был автором полюбившейся многим короткой Романа Саосина под музыку Джоша Гробана «You rise me up». То есть можно надеяться, что и работа с Дикиджи будет яркой и запоминающейся. «Для Влада это что-то новое, и в целом это что-то новое по музыке в мировом фигурном катании, под эту композицию никто еще не катался. Это выглядит очень круто на льду в исполнении Влада», – цитирует хореографа Матч ТВ. Специалист также отметил, что легко нашел общий язык со спортсменом, они даже подружились, хотя на льду все равно сохраняли субординацию. «Очень, очень ответственный человек. Все, что я говорил, Влад делал. То, что не получалось, совместно разбирали. Программу ставил не только я, совместно с его тренерским штабом. Всегда приходили к общему знаменателю, не теряли какой-то изюминки. В работе с Владом было достаточно легко», – ответил Мурашов. Гендиректор ИСУ Коллинд Смитер рассказал, как ему удалось лучше понять Россию. С 2021 года Смит занимает подгенерального директора Международного союза кобежцев ИСУ. В 2018 он отвечал за организацию Чемпионата мира по футболу в России в качестве директора по проведению турниров Международной Федерации Футбола ФИФА. «Это был классный турнир, очень успешный и невероятный по духу. Первый раз я приехал в Россию года за три до Чемпионата мира и под конец проводил там по три недели в месяц. Причем не только в Москве. Я мотался по всем городам, где должны были пройти матчи. По сути, я отвечал за весь турнир со стороны ФИФА. Моя должность называлась Chief Tournament Officer – директора департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий, приходил сникать буквально во все. Но я с огромной теплотой вспоминаю то время атмосфера у чемпионата была сумасшедшая. Я гораздо лучше понял Россию, познакомился со столькими замечательными людьми. Это было невероятное время. Понимаете, болельщики, которые приезжали в Россию, впервые не знали, чего ожидать. А их встречали с таким радушием, они попадали в атмосферу праздника. Вспомните, например, пешеходные зоны, которые устраивали в городах для фанатов. Это же была одна гигантская супер вечеринка, сказал Смит в комментарии для Sports. Гендиректор Иссу рассказал о потенциале фигурного катания в сравнении с футболом. На самом деле, между миром фигурного катания и миром футбола не так много отличий. Спорт сегодня – это часть развлекательного бизнеса. Он тоже дает людям возможность получить классные впечатления. Поэтому главный вопрос – как мы можем обеспечить эти незабываемые эмоции, которые останутся с человеком надолго. И абсолютно не важно – это гольф, теннис, футбол или фигурное катание. Конечно, чемпионат мира по футболу и фигурному катанию очень разные события. Футбол вдохновляет сотни миллионов людей по всему миру, но мы верим, что фигурное катание тоже на это способно. На данном этапе наша главная цель – аншлаги на каждом турнире. И чтобы эти аншлаги были на действительно больших аренах, а не на крохотных катках. Задача амбициозная, но я знаю, что у фигурного катания есть для этого потенциал. Не существует волшебной кнопки, которую можно было бы нажать, и на стадионе повалили бы поток новых зрителей, которые раньше никогда не смотрели фигурное катание. Надо работать с федерациями, оргкомитетами турниров, самими фигуристами, привлекать новые практики и технологии. Какие? Пока не могу раскрыть секрет. Дождитесь нашего доклада на конгрессе в Лас-Вегасе. Некоторые нововведения нас ждут уже в следующем сезоне. Для внедрения других потребуется пара лет. Но я верю в рост и развитие фигурного катания в ближайшем будущем. И да, в полный зал и тоже, сказал гендиректор международных советских обежцев Колин Смит в комментарии для Спортс. Алексей Сорокин назвал гендиректора ИСУ готовым к компромиссам человеком. Колин человек из большого спорта и большого бизнеса в прошлом. Это важно, потому что сегодня спорт и бизнес очень связаны. Смит очень четкий и конкретный человек. Он исключительно про дело. При этом он готов к компромиссам и мыслит не по шаблону. У него нет неистовой костности и желания слепо следовать учебникам, которым уже лет 30. Да, его можно назвать гибким менеджером, но в тех вопросах, которые принципиальны, он стоит до конца. За соблюдением требований FIFA он следил неукоснительно. При этом он принимал, что каждый человек мира особенный и у нас не было никакого противостояния. У нас сложились очень теплые взаимоотношения, не только деловые. Это не было сухим общением противоборствующих сторон. У нас была одна общая цель и мы очень сполоченно работали. Он далек от политических страстей, умеет отстраненно принимать решения, не давая эмоции взять вверх. Например, он безусловно любит футбол, при этом он не сумасшедший болельщик. И это здорово, потому что иначе это бы мешало работе. На такой высокой должности должен работать беспристрастный профессионал, который не будет делать кому-то уступки, потому что бы болеть за конкретного футболиста, рассказал Сорокин в комментарии для Спортс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...